Всем привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Приветствую вас на моем канале Diamond Dream и делаю для вас очередной ежедневный расклад карты дня. Смотреть сегодня будем 5 сентября 2020 года. Какие энергии в пиковом их проявлении будут отыгрываться в событиях нашего дня. Использовать буду колоду Тару Иллюминатов и подсказочную колоду подсказки вашего Ангела-Хранителя. И у нас, как всегда, традиционно 4 варианта. Первый, второй, третий, четвертый. Вам нужно выбрать свой вариант. Сосредоточиться хорошо, довериться своей интуиции, выбрать свой вариант. Не относитесь, пожалуйста, к этой информации как к фатальной. Это всего лишь подсказки от Таро, для того, чтобы мы могли гармонизировать события нашего дня. Правильно поступить. Может быть, если какое-то предупреждение есть, как там себя, допустим, не вести, чтобы мы подстелили себе соломочку. Давайте сначала поговорим о самой общей энергетике дня. Это Аркан Иерафант. Пятый Аркан, он соответствует как раз пятому числу. Пятый, старший Аркан. Это очень важный Аркан, кармический Аркан. Аркан духовности, Аркан высоких духовных ценностей. Аркан правильных каких-то решений, взвешенных очень традиций, традиционного вообще взгляда на жизнь, семье, каких-то вот таких очень глубоких ценностей. Поэтому соответствующая будет и энергетика этого дня. Сегодня лучше заняться благотворительностью, духовными какими-то практиками, кому-то помочь, кому-то сказать доброе слово. Ну, в общем, проявить вот эту самую вашу светлую сторону. Я надеюсь, что у вас у всех присутствует только светлая сторона. Темную вы стараетесь все-таки не демонстрировать, либо работать над ней. Потому что, конечно, у нас всех есть разные качества и разные оттенки, так сказать, наших качеств душевных. Но, тем не менее, сегодня вам нужно проявлять себя именно с вот такой высокодуховной точки зрения. И вас даже энергии такие посетят сегодня. И теперь давайте смотреть на колоде второй иллюминатов. Сами энергии дня. Четыре варианта, как обычно. Выбирайте, пожалуйста, свой вариант по цвету сердечка, либо по вашей любимой цифре. И я сейчас буду выкладывать как раз сигнификаторы энергии дня. Итак, вариант номер один, номер два, три и четыре. И возьму сейчас подсказочки от ангела. Пока я делаю это, я напоминаю вам, что если вы хотите обучиться делать расклады тару самостоятельно, и хотите обучаться именно у меня получить свои основные фундаментальные, так сказать, знания. Фундаментальные в том плане, что это будет фундаментом вашего дальнейшего роста. То, пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку. Мои контакты под каждым видео. И видеоанонс моего обучающего курса также находится там. В том случае, если у вас есть желание прислать донат, за который я вам очень благодарна. Как благодарны за мою работу. Ссылочки на ресурсы также находятся там же, под каждым видео. В том числе под этим. Итак, и естественно, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопочкой подписки, для того, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я надеюсь, вы определились. Если нет, ставьте видео на паузу, мы будем начинать. Итак, первый вариант – желтое сердечко. У нас выходит 10 пентаклей. Сегодня день мало того, что по иерофанту, как я вам уже рассказала, по общей энергетике, он такой вот мощный. Он и у вас, у первого варианта, также отыгрывается весьма интересно. Это десятка пентаклей. Это аркан благополучия, покоя, семьи. Дом, полная чаша. Вам сегодня лучше бы заняться какими-то делами семейными. Во-первых. Во-вторых, материальными делами. Потому что десятка пентаклей, это пентакливый аркан, он говорит о том, что любые материальные дела, которые бы вы сегодня себе наметили, они, которые вы наметили, они будут решаться легко, просто и очень-очень хорошо. Даже, возможно, вы и не ожидаете такого хорошего результата. Так что не сомневайтесь, действуйте. И, конечно, это аркан семьи, семейных взаимоотношений. В общем, как-то вложитесь в семью. Либо действия свои, либо эмоции. Это очень важно для вас сейчас. Давайте посмотрим ваш совет от ангелов. Пятерка действия. Ваши ангелы хотят, чтобы вы знали, что нынешняя ваша проблема требует от вас собранности и уверенности в себе. Будьте готовы отстаивать и защищать свою позицию. У вас есть право извинить себя за тех, кто принес драматические обстоятельства в вашу жизнь. Очень мудрый совет. Подумайте над этим, пожалуйста. Эта колода очень мудрая. Она всегда говорит четко и правильно. Второй вариант. Белое сердечко. Король Пентакли. У нас как-то пошли сегодня Пентакливые арканы. Я смотрю уже второй Пентакливый аркан. Ну, это, конечно, притворный аркан. Это аркан материального мира. В первую очередь, естественно, некий мужчина, либо земного знака зодиака, либо обладающий качествами, присущими представителям этих знаков, стабильный, надежный, материалистичный, может быть, в чем-то жадный, расчетливый, такой суховатый немножко может показаться. Но он надежный партнер, он такой, знаете, вот прям весь крепко стоящий на ногах. Такой мужчина может отыграться в вашем дне сегодня, в событиях вашего дня. Также, возможно, это мужчина, с которым вас связывают некие материальные связи. Ну, и также этот аркан, конечно, очень позитивен для любых сделок, для любых материальных вложений, для любых вообще действий с материальным миром. Что бы вы себе там не задумали, все будет успешно и хорошо. Сегодня вы обладаете энергетикой короля Пентакли. Также часто этот аркан говорит, будьте расчетливы, трезво взвешивайте свои решения, в частности, о покупках материальных, вложениях, каких-то вот все, что касается материального мира. И давайте посмотрим ваш совет от ангелов. Покончить со старым, войти в новое. Небеса подают вам знак, что пришло время двигаться в новом направлении. Часто это происходит потому, что вы несчастны, несчастливы или чувствуете, что вам недостает цели в жизни. Это сигнал к пробуждению, произвести изменения, которые отвечали бы вашим сердечным желаниям и духовным потребностям. Подумайте, может быть вам действительно, не может быть, а точно по этому аркану, вам есть что изменить в жизни. Очень хорошо, обдумайте о этом. И принимайтесь, конечно, за перемены. Третий вариант, зеленое сердечко. Посмотрите, что творится опять Пентакливый аркан. Сейчас я хочу посмотреть, ладно, не буду, четвертый вариант. Четверка Пентакли опять нам свидетельствует о материальном мире. Этот аркан, и он как бы вас предупреждает, будьте экономны, поберегите деньги, поберегите вообще материальные какие-то свои средства. Если у вас есть желание сегодня совершить покупку, либо вложить куда-то деньги, 7 раз отмерьте, 1 раз отрежьте. Потому что это аркан вот такого жадюги, и вам сегодня нужно побывать в шкуре этого жадюги. Ну то есть надо быть разумным в материальных вопросах. Это во-первых. Во-вторых, вы сегодня, у вас сама такая энергетика. Вы жадные на эмоции, может быть закрытые где-то в чем-то. Можете быть ревнивым, ревность какую-то проявить запросто к своему партнеру, либо вообще к ситуации какой-то. Ну вот такая она энергия этого дня. Закрытая, и человек держит при себе эти Пентакли, не хочет отдавать. Вот энергия такого жадюги. Ну и, конечно, основной посыл это быть осторожным и очень расчетливым с материальным миром. Все, что касается материального мира. Итак, ваш совет, хранитель действия. Самое время для вас выступить вперед и стать лидером. Ваши природные лидерские навыки призывают к действию. Это ваш звездный час. Поэтому выходите на свет и воссияйте так, чтобы это увидели все. Данная карта также говорит о человеке, обладающем харизмой, способном вдохновлять других и не падать духом, когда он встречается с трудностями. О человеке, который любит находиться в свете прожекторов. Вот такой человек в вашей жизни есть. Может быть, это вы сами. Четвертый вариант. Синее сердечко. Ну, у нас хоть один вышел не пентакливый аркан. Это принц мечей. Ну, вот по четвертому варианту здесь вы можете сегодня проявлять в чем-то незрелость, в чем-то взбалмошность, где-то какую-то конфликтность. Вы сами можете проявлять такие качества, превратиться вот этого самого зловредного, своенравного засранца. Я так его называю, этот аркан, извините, но так и есть. Очень часто так бывает в жизни с самой мной. То есть я это переживаю довольно часто, такие энергии, поэтому я знаю, о чем говорю. Но также, конечно, и в отношении вас или другие люди могут поступить таким образом. Поэтому предупрежден, значит, вооружен. Имейте в виду, что если вас посетит желание с кем-то поругаться, выяснить отношения, как-то так подлиннько поступить, либо, хотя вот этот человек, он подло не поступает, но сплетничать может, я имею в виду по аркану принц мечей. Какие-то сплетни, какие-то такие вот закулисные игры. Если вам захочется вести такие игры самому, то подумайте о том, что сегодня вам вышел вот этот аркан, это было предупреждение. Если вы это почувствуете со стороны других людей, вы также предупреждены и сможете эту ситуацию откорректировать. Мудро, только поступайте мудро. Также этот аркан может говорить о том, что у вас будет общение в интернете через мессенджеры. Можете получить какое-то известие, потому что каждый принц в каждой колоде – это вестник. Он какую-то приносит весть, очень часто бывает по воздуху, может быть, словесную какую-то, либо по мессенджерам через интернет, вот что-то такое. Давайте теперь посмотрим ваш совет. Ну да, еще я не договорилась, что, конечно, ребенок, либо юноша, девушка, девочка, мальчик, также могут каким-то образом отыграться. Теперь давайте посмотрим ваш совет. Выбрать свободу действий. Иногда вы чувствуете, как будто ваш путь заблокирован, но часто это всего лишь иллюзия. Вы могли бы освободить себя от препятствий, на которых все цело сосредоточены, просто выбрав другой подход. Перестаньте фокусироваться на негативе. Вместо этого представляйте себе другие многочисленные возможности, которые перед вами открываются. Просто великолепно, идеально сочетаются с вашим арканом дня. Ваш совет от ангелов. Благодарю вас за то, что досмотрели мой расклад до конца. Надеюсь, вам было интересно. Если да, да даже и в любом случае, благодарность за мой труд. Я буду вам просто очень признательна за пальчик вверх, за лайк, за теплый комментарий. Я стараюсь читать как можно больше комментариев. Все, к сожалению, не удается, просто из-за недостатка времени. Но я читаю, и я вам очень-очень благодарна за них. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с подпиской. С кнопочкой подписки я же всех целую и люблю. Желаю всем самых прекрасных светлых энергий каждого дня вашей бесценной жизни. Пока-пока, до завтра.